Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Продолжаем с нашими прослойками. О суде кто? Глава Шовтим. Александр Грибоедов устами Чацкого задал вопрос, который довольно популярен и сейчас, тем более при рассмотрении нашей недельной главы. О суде кто за древностью лет? Дело в том, что наша недельная глава открывается фразой Современные переводчики стараются перевести это как Судьи и полицейские установи у себя во всех городах, которые Всевышний Бог твой дает тебе по твоим коленам, и пусть они судят народ справедливым судом. Давайте рассмотрим эти слова и посмотрим, что они означали в древности, что они могут означать для нас сейчас. Слово Шофет на современный иврит переводится как Судья, и в принципе бесспорно этот смысл подразумевается в нашей строчке Торы. Однако, уважаемые господа, надо помнить, что нынешнее разделение судебной, суды, исполнительной, министерства и ведомства, законодательной, сенат, кнессы, дума, что угодно, и сакральной, священнослужители, власти, в древности этого разделения не было. Да что древность? До сегодняшнего дня в современном Израиле религия не отделена от государства, и сакральная часть является составной частью исполнительной власти. В древние времена то, что мы называем Шофет, чаще всего был правитель, который мог соединять в себе как судебные, так и законодательные, исполнительные иногда и сакральные функции, все это вместе. Поэтому не надо удивляться, когда мы смотрим книгу Шофтим, где вроде бы эту книгу все переводят как Судьи, но при этом там встречаются некоторые герои в списке этих Шофтим, которые ни по своему темпераменту, ни, возможно, по другим интеллектуальным, и, может быть, другим качествам не подходят под стандарты Торы на позицию судей еврейского народа. Скорее всего, зачастую это были просто лидеры, руководители одного или более колен, часто военные лидеры, которые в трудную минуту помогали еврейскому народу, и поэтому наделять их судебной властью, потому что мы сегодня переводим слово Шофет как Судья, не совсем правильно, не всех. Именно поэтому великий комментатор на устную Тору, на Талмуд, Меири, говорит в своем комментарии на Перкеавод, на первую Мишну, которая говорит, что Моше передал устную Тору, бразды интерпретации устной Торы, Йошуа, а Йошуа передал его Закеним. Говорит Меири, что эти Закеним, это, скорее всего, не те Шофтим, которые у нас упоминаются в книге Шофтим. Может быть, некоторые из них ими являются, но явно не все в списке. Поэтому, скорее всего, правильнее переводить слово Шофет правитель. Тогда слово Мишпат будет правило. Именно это оно означает на угорицком языке. Тафат. И вот, пожалуйста, Шофет на финикийском языке. Нам известно из греческой и римской истории, которые довольно подробно описали Карфаген, потомки финикийцев, тирийцев, потомки кнаанцев. У них система управления Карфагеном была следующая. выбирались два человека на один год. Эти люди назывались, носили титул Шофтим, Софтим по-гречески. Одному человеку не разрешалось руководить над городом Карфагеном. То есть, скорее всего, подразумевается судебная власть, но общее слово, бесспорно, на древнем иврите означает правитель. Следующее, Шотер, Шотрим. Шотер на современном иврите это полицейский, вот такой вот дядя Степа, милиционер. При этом, если мы посмотрим в Септуагинту, Септуагинт это греческий перевод, Торы, согласно толмудической легенде, вроде бы даже старейшинам переведен, нашими, перевод в Септуагинте довольно интересный. Шофтим переводится как Критас, то есть Судьи, Кай и, а вот Шотрим, то, что мы сейчас переводим как полицейский, там переводится Грамма-тои-са-го-гейс. По-русски это переводят письмоводители. Слово Грамма, я думаю, любому русскоязычному человеку Грамма-тои будет довольно просто и понятно. Здесь говорится о писцах, которые записывают разбор суда и решение судьи. То есть, согласно такому пониманию строчки Торы, Тора настаивает, чтобы любой судебный процесс документировался, что делает возможным процесс апелляции, когда есть текст, кто что сказал и как на это отреагировал судья. Не будем спешить и отвергать этот перевод в пользу перевода, который традиционно упоминается в еврейской литературе, что это судьи и полицейские. Дело в том, что глагол шатар шин тет рейш он довольно часто встречающийся глагол корень в других, не в других, а во всех семитских языках. акадейское шатару означает писать, арабское сатар тоже означает записывать, арамейское шатар означает писать и официальный документ на арамейском языке, да и на современном иврите это слово штар. поэтому все лингвистические источники показывают, что скорее всего в древности, библейской древности, слово шатар означало писец, который записывал за судьей или за правителем. Однако во времена Мишны мы уже видим, что слово шатар приобретает и другое значение. Так, допустим, говорит Талмуд, что когда Даян заканчивает с подсудимым и решает его, приговаривает его в каком-то штрафу, он передает его шотеру и шотер взымает с него этот долг. То есть, бесспорно, шотер в Мишне это исполнитель судебного решения. Поэтому традиционный еврейский перевод шофтим ваше трим судей и полицейский он ближе к ивриту времен Мишны. А вот правители и песцы этот перевод скорее всего намного ближе к библейским древностям. Так что если бы мы с вами переместились во времени, то кто знает, был бы Иван Васильевич единственным, кто сменил свою профессию, очень может быть, что его песец превратился бы скорее всего в полицейского срублевки. Желаю всем удачи. С вами был Барух Юабов.